Елена Игнатова живет в этом доме восьмой год. И все это время одна и та же проблема. Постоянно течет крыша по всему пятому этажу. С тех пор, как дом перевели с баланса местного училища на городской муниципальный, жильцам нет покоя. Ситуация знакомая. Люди платят коммунальные, просят местные власти о помощи. Но у всех нет то денег, то полномочий, то кранов 40 метров. Нам сказали, что у вас дом очень даже замечательный. То есть есть люди, которые живут еще хуже. Хуже кого, хочется задать вопрос. А главное, почему нужно остальных несчастных ровнять под них. Рядом с окном Елены с весны зияет вот такая дыра, которая продолжает проседать и осыпаться. Под окнами просто опасно находиться. Обои висят от влажности. То есть их невозможно. Вот я их трогаю, вы сами видите, они все качаются. Там везде постоянная плесень. Вываливается штукатурка, вот она отваливается, прям от сырости падает. Тут вот выпали все кирпичи. Так как текло у меня и здесь, все под батареей выпало. Вместо помощи ей предложили поставить ведро там, где течет. То есть, видимо, прямо в стену за обойми, где в дождь бегут ручьи. Мы ходили непосредственно к нашему начальнику ЖКХ, который говорит, я никаких не имею полномочий. Мы ходили к Елютину, мы ходили к Ермакову, к мэру нашему, к нашему городу. Да, они составляют смету, пишут в Рязань. В Рязани признают, что наш дом аварийный, что нам требуется срочный капитальный ремонт. На всем на этом дело все заканчивается. Это у нас только в России, может быть, вот у нас на входе. Вот сейчас упадет этот кирпич, ребенка убьет, ребенка или любого убьет. Тогда, мне кажется, вот они только защевелятся. Когда я ходила к барану Валерию Николаевичу, он мне сказал, что ваши плиты не выдержат этой зимы. То есть, они упадут. И вы будете жить под открытым небом. Если будете жить. Да, если хорошо, что вы выживете. То есть, вас никого не надкроют. Дом настолько напитал воду, что как пизанская башня кренится с фундамента. Но очередной проверяющий пошатал кирпичи ногой и сделал вывод, что все в порядке. Жильцы верят. О таком порядке губернаторы области просто не говорят. Специально для него экскурсия. Итак, идем к дому. Вот эта чудесная широкая дорога должна быть выложена тротуарной плиткой. Жильцам говорят, что она есть. Возможно, и у них, и у нас проблемы со зрением. А с торца дома, как и положено, аварийный выход. Соответствует только названию. Действительно, аварийный. Жильцы говорят, выше третьей ступеньки лучше не подниматься. Посмотрите сами, что творится. Наступишь, упадешь сразу. Кстати, дверь заколочена насмерть. Это при том, что на верхнем пятом этаже живет инвалид первой группы, который и при хорошем раскладе не сразу спустится. Ну что, все развалилось. Ну что, вы раз не видели на улице? Кирпичи все выскакивают. А вот с этой замечательной стороны дома у нас холл, где люди должны отдыхать, любоваться цветочками, видом из окна. Вот, кстати, они, окна. Внутри тоже весело. По словам Елены, в 2012 году были выделены деньги на капитальный ремонт. И вот, как оказывается, теперь выглядят пластиковые окна. Та же история с новым напольным покрытием и освещением. Уточним, это после капитального ремонта. Кстати, Елене, которая обивает пороги местной администрации ЖКХ, позвонили уже на следующее утро после нашего приезда. Вместо помощи прочитали лекцию о вреде жалоб. Стыдно, Лена, хотеть жить по-человечески.